Не нужно делать экосистемы, нужно просто делать открытые устройства. Привет, интернет! В этом обзоре сегодня поговорим о моем опыте использования новых часов Google Pixel Watch. Хотя какой это обзор, они у меня всего 10 дней в использовании. Что тут можно накопать? Хотя кого я обманываю другим людям на ютубе, это не мешает делать обзор устройств буквально через 1-2 дня. С другой стороны, они лишь читают вам слух спецификации устройств и мало рассказывают, какие реально задачи эти гаджеты решают. Ну ладно, это я отвлекся. Если бы я хотел характеризовать эти часы для городского фитнеса буквально одной фразой, то их было бы хорошо описать следующим фрагментом из сериала Office. Помните? Паркур, паркур. Паркур! 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 По поводу этих часов у меня очень смешанные чувства. Я думал, что буду ну просто ненавидеть эти часы сразу же после покупки. И сразу же верну их обратно в углу. В частности, из-за батарейки. Но у меня не получается их ненавидеть. Как я думал, буду это делать. Они прикольные. И нет, батарейка тут все так же отвратительная. Я смотрю с перспективой пользователя часов Garmin. Но эти часы есть за что любить. И я вижу категорию людей, которым эти часы очень понравятся. Интрига? Ну ладно, переходим к обзору. Или не обзору. Или все-таки обзору. Нет, все-таки не обзору. Начнем с дизайна. Эти часы красивые, но простецкие. В них нет такой прочности, легкой брутальности, часовости, если хотите. Видно сразу, что это больше гаджет на руке, чем часы, которые были бы больше функциональные для спорта. Выносливости и экспедиции. Pixel Watch выглядят нежными. Для меня лично, и это лично мое видение вещей вокруг меня, есть раздел окружающих нас вещей, которые я воспринимаю лучше, чем более консервативнее они есть. Это касается часов. Они должны быть круглой формы. И тут Google молодцы, часы круглой формы. Это, например, могут быть приборные панели в автомобиле со спидометром и тахометром. Мне хочется видеть физические стрелки, а не бездушный экран перед собой. Ну, не знаю. Вот так вот я воспринимаю мир вокруг себя. Если для вас часы это больше элемент фэшена, то тут Google Pixel очень красивые и эргономичные. Они круглые, без выступов. Ну, может быть, вот эта вот заводная головка или корона этих часов. А так они даже не цепляются за одежду. А если вам нужны часы немножко побрутальнее, которые выглядят больше как часы, а не как гаджет, то посмотрите в сторону других производителей. Переходим теперь к батарейке. Одному из самых главных разделов в обсуждении этих часов. Батарейка слабая. Но не потому что лень заряжать каждый день, а потому что... Вот следующие две вещи. И первая из них, это ты входишь в рассинхронизацию времени зарядки, трекинга сна. Ставишь днем на зарядку, а потом забываешь, что их поставил на зарядку. И проводишь день без часов. И без отслеживания основных показателей здоровья. По факту приходится ставить на зарядку два раза. Это вечером перед сном, чтобы зарядить полностью. И дозаряжать их утром до 100%, пока чистишь зубы и пьешь кофе. Иначе до вечера не доживут при активном использовании. Заряжаешь перед сном, мониторишь сон. Под утро у тебя 80-85% батарейки остается. Под завершение рабочего дня через 8-9 часов остается 40% батарейки. Хватает на тренировку? Ну хватает. На неплохую, какую-нибудь такую небольшую тренировку. Но если по ходу дня вы еще что-то делаете, так скажем, выстраиваете маршрут, принимаете звонки, ваш день нагружен уведомлениями. Если у вас еще включен Always-on Display, то на тренировку вечером может вообще просто не хватить. Работает, кстати, реверсивная зарядка от пикселя. И вам придется практиковать это достаточно часто. Потому что если вы хотите, чтобы вы вечером дожили и пусть на тренировочку сходили, то вам придется подзаряжать своим пикселем ваши же часы. Нужно еще иметь с собой тяжелую книгу, чтобы прижимать часы к телефону, когда они заряжаются. Иначе из-за ремешка они плохо прилегают к телефону. Имейте это в виду. Итак, теперь поговорим про тренировки. Перед тем, как начать говорить про тренировки, нужно начать с самого важного. Можно ли выгружать эти тренировки в формате GPX и TCX? Это важно, потому что А. Вы владеете своими файлами и информацией о тренировках. И Б. Вы можете переехать на другой сервис или провайдера услуг, ну если у вас такая необходимость появится. Из Fitbit, а именно туда попадают все ваши тренировки, можно экспортировать их в формат TCX. Что просто замечательно. TCX легко конвертировать в GPX в онлайн-конвертере AllTrails. В дополнительных материалах к этому обзору я приведу полезную ссылку на то, чем отличаются форматы GPX и TCX, для чего они нужны, а также к онлайн-сервису, который вам позволит конвертировать одно в другое. Я экспортировал файл для того, чтобы на одной карте совместить треки Google Watch и Garmin Phoenix 6S, который я использовал в одном тесте, ну так скажем, в качестве ориентира. И что же я хочу сказать, Google приятно удивили точностью работы GPS. Даже очень точно. Посмотрите, как точно. Даже показывает, по какой стороне дороги я бежал. Конечно, так как часы ориентируются по созвездию спутников, холодный старт займет пару минут. О чем сигнализирует вот эти вот зигзаги в начале моей тренировки? Я все равно считаю, что мои Garmin Phoenix 6S 2019 года выхода намного точнее. Но разрыв реально небольшой. Но есть и огорчающие моменты с часами Google Pixel Watch в плане импорта трека GPX. Ну вот вы, например, идете хайкать на день в горы, где не ловит сотовая сеть, и отличным решением было бы загрузить точки маршрута на часы. Я так делал буквально месяц назад в горах Альберты со своими Garmin. Штатными же решениями с часами Google я не нашел, как этого сделать. Хотя хайкинг тут выбрать как тип упражнения списка можно. Хочется почесать затылок и пожать плечами. Потом понимаешь, что ограничение запаса заряда этих часов будет первым дорожным заграждением на вашем пути задолго до того, как вы доберетесь до загрузки файлов. Стоит ли нам ждать Google Watch Ultra по примеру Apple? Было бы классно. А так для городского фитнеса в часах есть все, что вам может пригодиться, если говорить про упражнения. Даже есть боевые искусства. Хотя, кто носит часы, например, на тренировку по джиу-джитсу? Поговорим теперь про Fitbit. Fitbit – это компания, которая сейчас принадлежит Google, которую я просто люблю ненавидеть. Особенно за то, что они купили и убили впоследствии компанию Pebble. Pebble была первой компанией, которая стала продвигать носимую электронику. Вот у меня даже до сих пор остались их часы. Но в Fitbit есть куча положительных моментов. И это, конечно же, их просто многомиллионная база пользователей. Если вы хотите, чтобы занятия спортом и состязательная нотка приносили вам удовольствие, то Fitbit – это правильное место. Вы можете добавлять друзей в недельные челленджи и соревноваться с ними. Допустим, кто сделает больше всего шагов за неделю. Ну супер! А расширенный функционал с тренировками разнообразит иногда скучный мир тренировок и приведение себя в порядок. Я слышал, многие говорили, что Fitbit тут пределан на изоленту сбоку и является как бы продуктом мышления задним числом. Но это не так, смотрите. Как это выглядит в системе, Google обязательно поправит. А вот преимущество использования платформы Fitbit – это неоспоримо, великолепно и мало у кого есть. Теперь поговорим про производительность. Весмотря на применение достаточно старого по сегодняшним меркам процессора, Google показала, что скорость работы, мягкость и отзывчивость операционной системы – это не всегда вопрос мегагерцев, петафлюксов и мегапуклей. Часы очень мягкие в обращении, но мне не хватало инерционного скроллинга в меню. Но к этому быстро привыкаешь. Хотя были моменты, когда нажимаешь на некоторые элементы управления или интерфейса и непонятно, что происходит. Например, обновление приложений. Ты тыкаешь на приложение, которое хочешь обновить, и непонятно, часы то ли думают, то ли зависли. Следующее поговорим про качество звонка. Вот сейчас в этом небольшом аудиофрагменте я покажу, как вы будете звучать у вашего собеседника в трубке, если вы бы приняли звонок в часах Google Pixel Watch. Всем привет! Вот так вы будете слышать, как звучит ваш собеседник. Точнее, вот так будет слышать ваш собеседник, как вы звучите, разговаривая с часов Google в достаточно тихой комнате, но с небольшим эхом. Сейчас я перейду к портативному шумящему кондиционеру на заднем плане, и вы послушаете, как это будет слышно, и как исключает сумму Google Pixel Watch. Вот так вот я разговариваю при включенном кондиционере на заднем плане. Что же реально удобно и за что стоит любить эти часы? Ну, первое, конечно же, это голосовой ассистент. Можно быстро поставить будильник и таймер. Второе, это оплата с часов. Для меня это не основная фича, но приятно иметь эту функцию, когда отправился на пробежку без телефона, и на обратном пути можно заскочить в кафе и купить свой любимый смузи. Часы также измеряют ЭКГ. Но это такое. Серьезно к такой функции относиться нельзя. А что же требуется допилить? Тесная интеграция с телефоном есть, но как бы не совсем во всех местах. Недостаток преемственности. Допустим, когда переводишь часы в режим «не беспокоить», то телефон продолжает вас бомбардировать сообщениями и звонками. Или отсутствие каких-то программ, там, календаря или почтового клиента. Я понимаю, это не всем нужно на умных часах, но это можно было бы сделать. Но дело в том, что вот эти все недопиленные вещи очень легко доделать. И это не является прям большой проблемой этих часов. Переходим теперь к откровенным минусам. Google, выпуская эти часы, заявляет, что они теперь создают свою экосистему. Наряду с уже существующими хушниками Pixel Buds и телефонами Pixel. Но знаете, у меня, когда я слышу слово «экосистема», появляется рвотный рефлекс. Потому что я читаю это, как огороженный забором красивый сад. Не нужно делать экосистему. Нужно просто делать открытые устройства. Часы работают только с Android-устройствами. И мне это не нравится. К примеру, у Garmin такой проблемы нет. У вас есть выбор. У вас всегда есть выбор. Вы можете использовать часы из iOS, из Android. У меня только что появилась параллельная мысль. Что же такое продали Google? И что приобрели Samsung, когда в Samsung бросили свой Tizen, Tizen OS, и перешли на Wear OS. И заблокировали своих пользователей на Android. Экосистема – это не только преемственность функций на разных устройствах, но и возможность использования этих функций на других устройствах, на устройствах своих конкурентов. Пусть и с дополнительными приложениями, я не против. Я смотрю на Apple со своими синими текстовыми пузырями и FaceTime. Просто исходом любой экосистемы является изоляция. Но все равно, почему-то целью любого производителя является эта мифическая экосистема. Напишите мне в комментариях, если хотите отдельное видео от меня с моим обсуждением и видением экосистем. Следующим откровенным минусом является батарейка на 24 часа. Но, как я уже рассказал выше, она заставляет вас попадать в некую рассинхронизацию с зарядками и дозарядками ваших часов в разные моменты дня. Вечером перед сном, после полного дня, а утром дозарядить, чтобы хватило на день. В общем, странно для меня и является это мистической загадкой, почему Garmin на своих часах с AMOLED-экранами живут 5-6 дней, а Google и Samsung и Apple этого мира не могут и день прожить нормально. Ну ладно, день они проживают полтора-два дня. Я даже теряюсь в том, какая задача у них была поставлена и что у них там, знаете, на этой доске мозгового штурма было перед тем, как они придумывали и приступали к работе над часами. Да вот мы и добрались к выводам. Как я уже сказал в начале своего ролика, это отличные часы для тех, кто ищет хороший трекер-браслет с шикарной интеграцией с голосовым помощником, но готов мириться с компромиссами, которые подбрасывает небольшая батарейка. Часы очень плавные и мягкие, если говорить про отзывчивость и шелковость интерфейса. А интеграция их с Fitbit откроет вам поляну для соревнований с вашими друзьями в одну из самых обширнейших платформ для фитнеса. Ну а я? Я отправляю эти часы назад в Google. Я не совсем их аудитория. Я вот больше думаю о том, как удержать себя от покупки вышедших в начале этого года Garmin Fenix 7. Напишите, пожалуйста, почему они мне не нужны? Я буду закругляться с этим видео. Спасибо вам огромное за просмотр. Если вы досмотрели до этого момента, значит, я могу смело предположить, что это видео вам понравилось и было полезным. Поставьте мне лайк и оставьте комментарий, что вы думаете по поводу Google Pixel Watch. Ну а подписаться на этот канал вы сами для себя решите, если вам контент, который я делаю, заходит. И встретимся, как обычно, в следующий раз, когда мне будет что рассказать. Пока!